На сегодня Ассоциация Корейцев Тавкстана состоялась. Создали свой имидж корейцев в республике. В этом очень большая заслуга Юрия Андреевича, его команды. Я очень рад, что корейцев везде уважают по всей республике. Принимают народ как очень порядочный народ. Но мне кажется, на следующем этапе, после того, как наша ассоциация состоялась, предстоят следующие выдачи, по моему мнению. Меня лично беспокоит то, что из 100 тысяч корейцев участвуют в этих мероприятиях в нашем обществе всего 7 тысяч человек. И второе, просто то, что уже неоднократно говорили здесь, забываем свой язык, обычаи, традиции забываем. Вот это вот меня лично очень беспокоит. Ваша работа, видно по делам вашим, да? Это, я думаю, достигли благодаря, что создали команду в Алма-Ате хорошую и по Казахстану. Я думаю, те опасения, которые выступали, если они на плен, если есть, за что вы бросите всех, я думаю, этого не случится, потому что, если я не ослышался, он же еще и в президиуме остался, так ведь, Грин-Пейч? И даже любого коснись, да, наверное, столько лет жизни отдали, да, и отойти в сторону, это, ну, наверное, невозможно. И хотелось бы пожелать Грин-Пейчу и Роману Кеновичу поздравить и пожелать успехов на новых рабочих местах, долгих лет жизни и здоровья. Спасибо. Большое спасибо. Уважаемые друзья, слово представили северного региона, хоть мы и самые отмороженные, но я так думаю, сегодня мы хоть что потеряли и приобрели. Потеряли мы сегодня период жизни ассоциации, эпоху, можно сказать, двенадцатилетнюю эпоху. Но в это время мы приобрели опыт работы. Мы приобрели командный опыт работы. Нас убедили, что главная в жизни ассоциация – это жизнь региона. Поэтому, Юрий Андреевич, это особое ваше заслуга. Для Юрия Андреевича всегда председатели регионов были это самое главное, основное звено в работе всей ассоциации. Поэтому эта заслуга ваша, и она заслуженная. Мы очень благодарны вам за это. Юрий Андреевич, Роман Ухедович, ну, судя сегодня по вашему внешнему виду и вашему настроению, я думаю, как бы в душе у Юрия Андреевича сегодня праздник. Роман Ухедович, ну, я думаю, может быть, тоже он горд тем, что ему действительно сегодня оказали такое доверие. Ну, исторически так сложилось, что на севере Казахстана, именно на Кустанайчине, сконцентрировался корейский народ, где в сложных, суровых метеоусловиях выжил. И по численности, ну, будем говорить по статистике, на сегодняшний день в Кустанайчине проживает в северном регионе большая численность корейцев. И в связи с тем, что корейцы, как мы будем говорить, коммуникабельны, смогли себя найти в этих сложных условиях. И на сегодняшний день, как бы компактно проживая, имея, значит, поселок корейский, и свой, как бы будем говорить, знаковый свой, этот гордыня мост через реку Тавол. Поэтому все знают поселок корейский, поселок и корейский мост. И я думаю, может быть, сегодня уже повторяюсь, Юрий Андреевич, вам, конечно, на вашем помощи, вашей нелегкой работе, успехов и достижений еще больше вешей. Роман Укальевич, поздравляю вас с назначением. Ну, и я думаю, что мы дальше будем продолжать все те традиции, которые вот уже Юрий Андреевич заложены, и в целом, значит, ассоциации вас поддерживают, себя и весь наш народ в Казахстане корейцах. Поздравляю вас. Дорогие коллеги, дорогие соотечественники, Юрий Андреевич, Томан Ахенович, я хочу вот сказать несколько слов. Нас в Павлодаре мало, всего тысячу в Павлодарской области. Но хочу сказать, насколько высоко поднят флаг, корейский флаг, флаг ассоциации корейцев. Говорит то, что в этом году мы отмечали 70-летие, а болгары отмечали 100-летие, а в сентябре отмечали. На совете у Акима, на совете ассамблеи Малой, у Акима было ну столько слов сказано о нашем празднике, о том, как мы, на каком высоком уровне провели этот праздник. ...обязанности. Вы знаете, что мы собрались накануне Дня Независимости. Через неделю вся наша страна будет праздновать эту великую дату. Благодаря вот этой дате мы получили суверенитет, получили свой флаг, казахстанский гимн, развиваемся мы все на 130 национальностей, но среди них корейская диаспора на высоком, высоком уровне. И это благодаря слаженной, идейной, политичной направлении, в котором все эти годы работал Юрий Кудревич. Я, конечно, западного Казахстана всегда нас считают провинцией и так далее, и так далее. Но после того, как у нас побывал наш президент Са Юрий Андреевич, был у нас, наверное, плен, вы помните, в 2006 году, был у нас 15-летним нашему движению от Роскообласти. Для меня вы сделали, конечно, у меня имиж там тоже неплохой, но вы еще возвысили. Мы заслужили большое-большое внимание. Корейская диаспора поднялся на должный уровень. Еще я хочу повториться, что мы стали конкурентоспособны перед другими национальностями. Благодаря все это вам, Юрий Андреевич. Я думаю, что новый наш президент под вашим чутком Рокоса работал. У него сложность в мире как свою бумагу хватает, поэтому здесь правильно ответили. Тем более, он очень идеальный, корректный. Я думаю, что он многому у вас научился. Конечно, с корейцем очень трудно работать. Корейцы и в Африке корейцы, между прочим. И я думаю, Роман Ухенович научился многому, потому что с нами трудно было работать. Каждый, что может что-то говорить. Но единственное, что мне в нас понравилось, это умение, ваше умение слушать и делать свои губы. Конечно, пройдут многие годы. Мы завтра и посевдавтра уедем, но ваша добрая улыбка, хотя мы там что-то гадости вам говорим, это останется на долгие годы. Да-да-да. Вашу улыбку никто не забудет, но вы все равно всегда слушайте внимательно, с уважением, но всегда делали свою правильную линию. И думаю, так же будет Роман Лухенович. Поэтому вам обоим добрый путь. Пускай зеленая дорога всегда светит. Спасибо. Дорогие друзья, вообще-то я думал, что жузы только у казахов. Старшие говорили, средние, младшие. Вот Западу всегда последнее место. Это несмотря на то, что Запад сосредоточие основных богатств нашей страны. Нефть, газ, хром и так далее. Единственное, что меня успокаивает, вот опять это мне напомнило Олег Михайлович, а ты, говорит, вспомни, когда концерты идут, кто заканчивает самые-самые такие. Так что может немножко этим, а то наша обида была. Ну вот каждый раз почему-то повторяю. Это кто-то один и тот и человек пишет сценарий из старшего жуза и до нас вот такая вещь. И до нас, когда уже не ступит никак. Так что я попрошу как-нибудь в следующий раз порядок этих вещей изменить. Думаю, что мы и дальше все регионы будем вместе с вами, Роман Федорович, работать на наше общее дело. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok